Итак, к концу игры, я полностью был на стороне Эбби. Она и Эли, диаметрально противоположные личности. Однако, по ходу игры я все больше убеждался в том, что Эли, просто конченая мразь. Объясню. Первое. Вакцина. Оригинал и секвел не дают пояснений о том, как изменился бы мир и люди в нем, если бы Джаэл не помешал операции. Допустим, вакцина бы была изобретена. А что дальше? Зараженных бы это не вылечило. У людей появился бы иммунитет, окей, но это не гарантия их безопасности. Орда или щелкун вне зависимости от наличия вакцины, могут убить человека. По моему мнению, ничего бы не изменилось. Второе. Ты лишил меня выбора, лишил смысла мою жизнь, сказала Эли Джаэлу. Да, после того, как она осознала, что Джаэл обманул ее, Эли начала винить себя за смерти людей. Винить себя за то, что не смогла помочь людям. Ну блять, а не слишком ли много она на себя берет? Неужели за столь долгое путешествие, она не выкупила, что и без зараженных в их мире жизнь очень тяжелая, люди бы дохли без вакцины? Опять таки, здесь мы возвращаемся к тому, что сценаристы не дают понять в каком направлении развивался бы мир, будь вакцина создана. Третье. Джаэл спас Эли, и это верное решение. Его связь с дочерью очень грубо оборвали. И на протяжении первой части, Джаэл начал считать Эли своей дочерью, по крайней мере, проявлять отцовскую заботу, на худой конец, он полюбил ее как дочь. Однако Эли, в силу того, что она не знала, каково это, иметь отца, не могла в полной мере разделить чувства Джаэла. Таким образом, Джаэл закрыл гештальт потерю дочери. Четвертое. Я вас всех убью, так орала Эли, когда я обемстила за своего отца. Однако, я вообще не понимал, почему она так орала, ведь накануне, она грубо обошлась с Джаэлом, когда у того были добрые намерения, она в принципе была холодна к нему. Когда узнала от него правду, она заставила его плакать, она попытается простить его, его, который считает ее своей дочерью, который всегда нежно к ней относился. Я считаю, что если человек имеет какие-то обидки, недопонимания, если человек холодно относится к другому человеку, то он будет некомпетентен в деле мести, если того убьют. Типа, Эли все эти два года дулась на Джаэла, выебывалась, привет пока, не общалась, а потом, когда он погибает, то она первая пошла за него мстить. После Томми, лично я в такую динамику слабо верю. Пятое. Эбби. Этот персонаж хорошо раскрывается за игру, справедливая, отзывчивая, общительная. Потеряла отца, друзей, нашла нового друга в лице девочки по имени Лев, которая была Серафитом и которая спасла ее. Многие сетуют, что Эли зря ее не убила. Мне кажется они не правы. Здесь дело даже не в том, что Эли не смогла сделать того, что обещала, а дело все в осознании, что ничего не изменится, это не вернет Джаэла. И кстати, Эбби так и не поведала ей о том, что она мстит за отца. Многие сетуют на Эбби, что она якобы за один день сменила свою систему координат, что она за товарищ такой, раз своих же убивает. Во-первых, Эбби помогала Яре и Леву потому, что они ее спасли. Она хотела помочь Яре, хотела помочь им обоим. Плюс ко всему, мне кажется, она сразу поняла, что Лев, девочка и желание помочь им оказалось всепоглощающим. Игрок, как и Эбби понимает, что они не такие, как остальные серафиты. Одна из них даже грубо нарушает правила общины, чтобы не выходить замуж. Что касается убийств своих товарищей, то за Эбби в принципе можно вафовцев не убивать. Шестое. Эпилог. Эли с Дин и ее ребенком живут на ферме. К сожалению у Эли посттравматический синдром, тонические атаки. Гештальт утраты Джоэла не закрылся. Это несмотря на ее отношение к нему. Приходит Томми с информацией об Эбби, упомянут о том, что они с женой без пяти минут расстались, что наводит на мысль, что Томми помешался на идее найти Эбби. Эли, следуя желанию покончить с воспоминаниями, решает найти Эбби, при этом рискуя отношениями с Диной. Она ее в конце концов находит, и блять, какого то хуя, она нападает на измужденную и схудавшую Эбби с ножом, пытаясь ее убить, тогда как в театре, Эли была повержена Эбби и та, не без раздумий, конечно, но все же, не стала их добивать. В довесок, Эбби вообще было до пизды, чего Эли хочет. Откусив пальцы Эли, та сдается, вспомнив Джоэла перед тем как окончательно покончить с Эбби. Разработчики говорят, что так они не хотели сделать из нее окончательно монстра. Но эта сука и без этого конченная дура. Седьмое. Эли без двух пальцев возвращается на ферму и находит отсутствие Дины и ребенка. Она поступила правильно, что съебала от этой мрази. Эли, взяв гитару и нихуя не сыграв на ней, потому что по тупости лишилась пальцев, кладет ее обратно и у ее бывает куда глаза глядят. Закрыла гештальта потери Джоэла, но какой ценой? Без дома, без любви, так ничего и не поняв. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебя... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Ладно. Увидимся. Да. Лицо тупой мрази, когда всё проебало. Первое. Встреча с полоски. Продолжение следует... ...бирает. ...бирает.